Итак, с еженедельным ресетом на этой неделе в игре стало доступно финальное поручение. Его обсуждение включает в себя спойлеры, поэтому я выждал какое-то время, и теперь, когда большинство из вас прошли его, я вижу тонну вопросов и нелепых догадок о том, что там такое показали и к чему всё это идёт. На самом деле, я просто никак не успевал сделать это видео вовремя, поэтому добрался до него только на выходных. Событие, которое было обозначено в календаре сезона, включает в себя пару диалогов, ещё одну миссию типа «Взлом», в этот раз на территории квартала Эликсни в последнем городе, и кат-сцену, которая показала, что Осирис преследует свои тёмные интересы, точнее, то, что выглядит как Осирис. Я давно собирался рассказать об этой теории на канале, но, честно говоря, побаивался темы. Ошибиться не хотелось или запутать вас. Да и по правде говоря, сейчас это тоже всё ещё теория, но почти-почти подтверждённая. И теперь, уже откладывать эту тему смысла нет, после таких-то намёков. И да, если у вас возникнут какие-то замечания к моему рассказу, оставляйте их в комментариях. Итак, теория, о которой идёт речь, сформировалась ещё в начале сезона «Сплайсер», когда слили кучу лора, книжек и описаний. И звучала она следующим образом. Осирис — это Саватун. Она завладела его телом и, проникнув в город и прямо в совет авангарда, напрямую влияла на принимаемые остатками человечества решения. Громкое заявление, не правда ли? Давайте теперь распутывать этот клубок. Во-первых, небольшая поправка. Не совсем уж так, что Осирис равно Саватун. Скорее, Саватун подменила Осириса, создала некое подобие его клона или проекции. Это важное условие для предполагаемого дальнейшего плана Саватун, который заключается в том, чтобы предложить нам обмен. Мы забираем у неё червя, который есть у каждого представителя Улья, а она возвращает нам Варлока. Про то, о каком черве я говорю, можете посмотреть в моём старинном ролике с лор-историй про Орикса. Как мы знаем, Бесконечная Ночь, которая уже закончилась, была создана именно Саватун при помощи Кьюри, разума вексов, который находился под её контролем. Но тогда встаёт вопрос, как ей это удалось? Как удалось столь близко подобраться к городу, чтобы провернуть такую масштабную диверсию? Что ж, ответ лежит на странице книги «Бесконечная Ночь». Я хожу по городу на сломанных ногах. Я вызываю подозрения, но местные жители часто делают мне поблажку. Эта форма была выбрана удачно. Я раскачиваюсь и вцепляюсь в невысокую каменную стену. Готовность достигнута раньше, чем ожидалось. Но мне всё равно нужно выяснить, что делать дальше. Я смотрю наверх, на созданную мной ложную мглу, но она ещё не закончена. Я говорю с людьми, мне нужно их общество, их дружба. Это не жалость, ведь я знаю, что такое жалость. Я чувствую, как эта форма трескается под обмотками. Окончательно ей не дают развалиться лишь слабые жилы, а изнутри раздаётся маслянистый рык червя, разбуженного очередным обманом. Даже здесь, когда его изобильно поливают насыщенным коварством, червь кричит, страдая от голода. Я сократил заметку, но тут же мы видим не только историю о том, что Саватун среди нас, но и как раз то, что стало её главной причиной к этому. Ей мало напасть на город ради нападения. Похоже, что она ищет в нём способа избавиться от надоедливого, прожорливого червя, которого так стало сложно кормить. Есть и другие записи от лица незваного гостя, в описании дробовика ретро-футурист, например. Но встаёт следующий вопрос. Как давно она ходит по тем же улицам, которые мы зовём домом? Судя по всему, достаточно долго. Если точнее, то с момента спасения Осириса от Улья на Луне, в начале сезона Охоты. Да-да, тот самый сигнал тревоги, встреча с Вороном. Всё это небольшой спектакль, разыгранный искусной королевой обмана. Церемонимейстер делает шаг вперёд. Он легко размахивает огромным тесаком. Чудовище вырезает по руне на камнях по обе стороны от Осириса, не отрывая от него взгляда. Оно кивает ему, затем поворачивается к символу. Вся дань Зиву Арат, побеждающий в воинах, бесконечной. Голос звучит хрипло. Руны вспыхивают, переливаются радужным блеском. Осирис, голос Сагиры, потрескивая, звучит в его ухе. Один из нас должен выбраться и предупредить их. Прости, Сагира. Беги. От напряжения он едва может говорить. Церемонимейстер вонзает свой меч в скалу над головой Осириса. Криптолит вспыхивает неоновым огнем. Умри с честью, Осирис. Церемонимейстер кланяется и исчезает в глубинах Луны. Через окровавленную кожу Осириса утекают струйки света. Они наматываются на торчащий из камня клинок, словно на веретено. Сагира шепчет. Я не позволю им забрать тебя. Ослепительный свет вырывается из Сагиры, а она распадается на части. Волна света заливает ущелье. Ее жертва уничтожает все следы присутствия Зивуарат. Символ стерт. Криптолиты, поддерживающие ее проекции, уничтожены. Осирис делает вдох. Он один. Щит, созданный из света Сагиры, еще много дней держится в тени пирамиды. Мы знаем из лор истории, что Сагира была убита. Позже Осирис нам рассказывает об этом, но делает это как-то небрежно. Это удивило многих игроков во время событий сезона Охоты, но тогда, как обычно, игроки списали это на «Ой, какие лентяи в студии работают, даже диалог написать плаксивы не смогли». Или на то, что актриса озвучивания больше не смогла работать над ролью. На самом же деле, просто Осирису было и правда плевать. Потому что это был уже не Осирис. Честно говоря, даже когда мы получали сообщение от Осириса с призывом прийти на помощь, где он и сообщил о смерти своего призрака, даже тогда мы не могли быть уверены в том, что это настоящий Осирис, а не его копия-двойник. Сагира была единственным свидетелем, потому от неё необходимо было избавиться. Кроме того, если для подмены Саватун использует какой-то вид проекции, так его назовём, она скорее не способна на симуляцию Сагиры, а точнее на симуляцию света. Потому и была Осирисом придумана эта история о том, что я теперь простой человек. Это удобное прикрытие, которое позволит не лезть в бой, но быть всегда рядом с командером, с нашим персонажем или с кем-то угодно ещё, кто принимал какие-либо важные решения для человечества. Это я ещё опускаю подробности того, что именно тогда был введён в историю Ворон, который тоже, скорее всего, не случайно оказался рядом, поскольку его можно удобно использовать, учитывая его прошлую жизнь Ульдрана в качестве брата королевы Марысов, вечной соперницы Саватун. Сейчас он наивен и верит каждому слову Осириса, который не Осирис. На протяжении сезона «Избранный» Осирис был всегда рядом, направлял Ворона, помогал ему, тем самым он всегда был как бы теневым представителем авангарда, но со своими интересами. Первым же жирным звоночком, который мы видим в игре, а не на страницах лора, стала реплика Осириса во время финальной недели исследования корабля Гликон, когда мы обнаруживаем на нём Корону Скорби, артефакт, который некогда был создан Саватун для контроля над носителем. Он уже появлялся в игре в одноимённом рейде, где Галран буквально лишился разума, загладев Короной. Что же говорит Савасирис, когда мы находим Корону на корабле? Что это за мерзость? Корона Скорби. Нечистый артефакт Улья, созданный для подавления воли носящего. Я подозревал, что это та самая Корона. Снова магия Улья. Она должна быть уничтожена. Она была изменена. Вскрыта. Вместо контроля разумов она стала объединять их. Она слушает. Мы не можем просто оставить Корону. Думаешь, сможешь её сдержать? Калус думал так же. Сколько пройдёт времени до того, как твоя храбрость погубит город, Советник? Твоё предупреждение, услышанная императрица, но это решать авангарду. Защитишь ли ты Корону, пока я готовлю всё необходимое для её извлечения? Кабал не станут тебе помогать. Действуй на свой страх и риск. Предложение взять Корону в город для того, чтобы лучше понять врага, звучит логично на первый взгляд. Но глядя на то, что стряслось на Галиконе и на Левиафане, становится очевидным, что никогда Корона не приводила ни к чему хорошему. Так что, хорошая попытка, но нет, Корона не появится в городе. Но это было давно, давайте всё же переместимся ближе к событиям этого сезона и его последних недель. Главным антагонистом сезона по ходу повествования в поручениях Сплайсера стала Лакшми 2. Представитель культа грядущей войны была крайне негативно настроена к прибывшим в город Эликсни. Икора пригласила Митракса и его народ для того, чтобы те помогли нам разобраться с проклятием ночи. Однако Лакшми сочла это вольностью, которая могла привести к трагедии. На протяжении всего сезона мы слушали её параноидальные речи о том, что мы не должны дружить с Эликсни и напрасно пустили их в город. А когда она поняла, что мы и Авангард не послушаем её советов и смотрим на неё как на фанатика, решила действовать самостоятельно. Портал, который открыла Лакшми, чтобы Вексы разгромили лагерь Дома Света, не спонтанная её идея. Она сообщала о том, что собирается сделать это как минимум лорду Саладину. И при всей его оппозиционности он собирался поведать об этом Авангарду, поскольку понимал серьёзность последствий. Но прежде чем пойти с этим к завале и Икоре, он рассказал об этом Осирису, ну а тот, конечно, отговорил его, сказав, что сам возьмёт это под свою ответственность. И Авангард оказался в неведении. И хоть кто-то и может разглядеть какую-то логику в поступках Лакшми, наивно полагать, что она сознательно шла на вредительство городу и его народу, лишь по своей воле. Очевидно, она, как и многие другие персонажи, почувствовала на себе влияние Саватун. Впервые на это обратили внимание, когда она рассказывала нам о том, что слышала, как горожане поют песни, поднимающие боевой дух. Только вот мотив этой песни схож с песнью Саватун, которую мы много раз слышали. Саватун. Агентство. Агентство. И это будет. Агентство. Что это? Агентство. Так что довольно не по себе становится, когда, оглядываясь на несколько последних месяцев, мы видим, насколько часто Савасирис был вовлечен в принятие важных решений для судьбы человечества. Он ввёл как отдельных персонажей, так и принимал стратегические решения и выступал от лица людей и стражей. Думаю, что масштаб трагедии и нанесённого им ущерба мы сможем оценить только в следующем сезоне, или даже с дополнением Королева-Ведьма. То, что случилось с этим ресетом, открытый портал, смерть Лакшми, и подтверждение того, что Савасирис не следует в наших интересах, это лишь промежуточный итог. Да, к катсцене есть много вопросов по постановке. Довольно забавно видеть, как могучий Сейнт-14 и Митракс зажаты отрядом вексов, который раскидывается одним зарядом ульты. Потом это драматическое появление Осириса, и наглядным кадром того, как он отворачивается от своих друзей, показывают от своего народа. Это слишком плоско. Но зато это побудило дискуссию о происходящем даже среди тех, кто вообще не шарил за историю сезона. Очевидно, что это ещё не конец. В базе знаний есть упоминание того, как Сейнт говорит с Митраксом о том, что ему нужно отыскать своего сияющего Феникса, так что, вероятно, какие-то сюжеты ещё будут, посвящённые поискам Осириса. Уж со стороны Сейнта я бы такого точно ожидал, и вообще, как он не заметил подмены своего партнёра? Силы Саватун настолько сильны. Что же касается моих впечатлений от эпилога и от сезона в целом, что ж, я делился ими у себя на стримах и в твиттере. Так что, если вам интересны горячие реакции на новый контент в игре, то вот, пожалуйста, подписывайтесь, общайтесь. А я с нетерпением жду развития этих событий, разрешение вопроса, жив ли ещё Осирис, как скоро Саватун пойдёт с нами на контакт, круговорот истории закручивается всё сильней и сильней. Пишите свои впечатления от эпилога, как думаете, когда мы найдём Осириса. Мне всё будет интересно почитать и обсудить. Продолжение следует...